ЗАВЕТНЫЙ КАУЧУК Работники шинного завода встретились в зале судебного заседания. Теперь они не только коллеги, но и подозреваемые по общему делу. Десять человек обвиняются в краже химического продукта. В Нижнекамском суде прошло первое слушание. Самый большой судебный зал, почти полный, более 500 страниц уголовного дела. Десять адвокатов, столько же подсудимых, двое под арестом. Все они проходят по статье кражи в особо крупном размере организованной группы лиц. Их обвиняет в хищении Каучука шинного завода. У каждого была своя роль. Так считает обвинение. Кто-то находил химический продукт и маскировал его под мусор. Остальные грузили, вывозили и искали покупателей. Никак иначе, как организованная группа, назвать их нельзя, уверен прокурор. Однако сами подозреваемые с этим не согласны. Первую часть его группа не признает. Признаете себя? Нет. В полном размере? В полном размере? Не признаю. В полном размере? Не признаю. Признаете? В какой части признаю? По группе не признаю. И так все 10 человек, только четверо признали вино. И то частично, не согласившись с пунктом организованной группы. Но это и понятно, ведь если вина будет доказана в полном объеме, то они могут получить максимальное наказание. А это 10 лет лишения свободы. Собака спасена. В течение нескольких дней нижнекамцы пытались вызволить пса, который оказался запертым в квартире. Но без желания самого хозяина этого сделать было невозможно. А он отбывает административное наказание. Животные без еды и воды. Волонтеры вместе с корреспондентом НТР пошли на крайние меры. Александр Комаров о спасательной операции. Впервые почти за 10 дней заточения собака оказалась на улице. К машине волонтеров ее несет сам хозяин. Но их встреча была недолгой. Не более пяти минут. После чего парня снова отправили в ОВД для отбытия административного наказания. Собственно, из-за этого собака больше недели находилась в заперти. Ключи молодой человек отдавать никому не хотел. Круглосуточный лай собаки мешал жителям дома. Но люди переживали не только за свой комфорт, но и за состояние животного. И вот теперь этот милый песик с символичным прозвищем Шерлок нашел своего хозяина. А что с ним будет и дальше пока неизвестно. Но сейчас он хочет поесть, попить и, наверное, погулять и ласки. Кормить и ухаживать за собакой будут волонтеры, которые приложили немалые усилия для спасения животного. Операция по вызволению Шерлока началась с заявления в прокуратуру. В нем люди просили не наказывать хозяина, а дать ему возможность открыть дверь квартиры, в которой была заперта собака. Узнаю такой случай, что собака уже неделю заперти, голодная, без воды, без еды. Естественно, у нее шок будет. Надо ее изъять оттуда каким-то образом. Нам помощь нужна, и нужно как-то всем сообщать и помочь животному. Когда девушки пришли в прокуратуру, они и не догадывались, что вопрос решится настолько быстро. Прошло не более часа, а задержанный в компании конвоиров стоял возле своей квартиры и был готов передать собаку на попечение волонтеров. Первым делом Шерлока накормили, а уже после отвезли в ветклинику на обследование. В ближайшие дни собака проведет под чутким присмотром временных хозяев, которые, кстати, очень рады, что пес смог выжить в непростых условиях. Ну а мы будем следить за его дальнейшей судьбой. Александр Комаров, Евгений Лазаев, Новости НТР. Сломанные жизни, искалеченные тела и души, пережить ДТП очень сложно. Как пострадавшему, так и виновнику. А зачастую жертвам аварии нужна не только материальная помощь, но и психологическая. Вот уже 12-й год, в середине ноября, проходят акции памяти жертв ДТП. Только в Нижнекамске за этот год погибло 11 человек. На памятные акции побывала Анастасия Попова. История Германа Казанцева вот уже 6 лет будоражит сердца врачей, родителей и просто неравнодушных людей. Десятилетнего мальчика на пешеходном переходе сбил автомобиль. Долгое время Герман был на грани жизни и смерти. И, вопреки всем прогнозам, он живет. Он прекрасно знал, как переходить дорогу, но водитель, опять, очень торопился. Автомобиль пронесся, как ракета, сшибая ребенка, и тормозной путь там довольно-таки длинный был. Ежегодно в середине ноября во всем мире проходит акция, посвященная жертвам дорожно-транспортных происшествий. Ведь история Германа, к сожалению, далеко не единственная. Я тогда училась в 8-м классе. Мы должны были с одноклассниками идти в пожарную часть. Переходили дорогу на зеленый свет. Нас сдавил автобус. Я упала на спину резко. Так, больно, ничего не чувствовала, даже не помнила, когда в больницу провезли. Начиная с этого года в городе Нижиканский, Нижиканская района, произошло предыдущие всего погибло 11 человек. Я что хочу сказать, вот начиная с 2013 года, у нас количество докумпадов из года в год. Но это не повод нам остановиться на этом. Лейкоциты, травмоциты, гемоглобин, все в норме для сдачи крови годин. В День памяти акция проходит и в станции переливания крови. Госавтоинспектор Ильдар Ахмедзянов сдает кровь второй год. У него редкая группа, четвертая положительная. А часто жизнь пострадавшего в аварии напрямую зависит от доноров, которые жертвуют свою кровь на спасение чужих жизней. Сегодня здесь порядка 30 сотрудников ГИБДД. Это у нас посвящен День памяти жертв ДТП. Но не обязательно к этому, только уж всем нуждающим сдаем кровь. И полезный еще гемоглобин поддерживаем. Чтобы спасти чудо жизни, обязательно ждать акции или конкретных дней. Станция переливания крови работает 5 дней в неделю и ждет своих доноров с половины восьмого до 10 часов утра. Более 7 литров крови сдали сотрудники госавтоинспекции. А позднее к акции присоединились и самые маленькие участники дорожного движения. Они зажгли свечи и запустили в небо белые шары. Анастасия Попова, Максим Липин, Новости НТР. В Нижнекамске всплыли еще 4 факта пыток в полиции, сообщает пресс-служба правозащитной организации «Зона права». Им Нижнекамец рассказал, что в отделении ему засовывали в рот грязные штаны, били, заставляли признаться в краже. Также якобы сотрудники полиции подкинули в его квартиру запрещенные вещества. Похожие истории сказали еще трое. Их также избивали, надевали на голову пакета, закрывали доступ к кислороду, угрожали. И все, чтобы они взяли на себя чужую вину. По словам одного из потерпевших, одним из избивавших его был сотрудник полиции Ринат Ахмедшин, которого арестовали 15 ноября по подозрению в превышении полномочий по делу Ильназа Пиркина, Следственный комитет проверяет всю информацию. В городе проверяют газовое оборудование. Усиленные проверки проходят в связи с трагедией в Ижевске. Но не всегда специалистам удается застать жильцов дома. Чтобы избежать таких ситуаций, газовики пошли на уступки. Светлана Шумкова продолжит. Здравствуйте, город ГАЗ-техообслуживание. Откройте, пожалуйста. Каждый день Ильги Сахунов ходит по квартирам, проверяет работу газовых плит и труб. Первым делом смотрит комфорки, затем заглядывает внутрь плиты. Сейчас я проверю герметичность соединений газовых кранов. Сделать это несложно. Специалист смазывает газопровод обычным мыльным раствором. Но самостоятельно делать это категорически запрещается. Здесь есть свои нюансы, которые знает только опытный газовик. В этот раз обнаружили небольшую утечку, которую тут же устранили. Затянули гайки. Сначала проверяем горелки. Нет, сначала не вытаскиваем, сначала разжигаем. Смотрим, как горит пламя у каждой горелки. Затем вытаскиваем, поднимаем верхний рабочий стол и проверяем герметичность соединений газового крана и газопроводов. Далее специалист смотрит, есть ли тяга в вентиляции, без которой использовать газовое оборудование нельзя. У вас хорошая тяга. Лист бумаги прилипает к вентиляционному отверстию, значит тяга хорошая. Поскольку газ взрывоопасен, плановые проверки проводят ежегодно в каждом доме. Но зачастую жильцы слесарям не открывают дверь. Я думаю, это неправильно. Я лично сама прочитала объявление в ВИЗУ. Написано было, что такого числа будет горгаз. Я обязательно... Вот у меня две утечки устранили. В случае отказа от обслуживания, газовая служба вправе подать заявление в жилищную инспекцию. И тогда хозяевам грозит штраф. Есть случаи около двух тысяч абонентов по городу Нижнекамску, которые отказываются в прохождении технического обслуживания. Если жильца не оказалось дома днем, слесарь оставляет записку со своим номером, по которому можно договориться на удобное для человека время. И тогда специалист придет снова. А вообще горгаз работает не только по утрам. Есть также график с 16 до 20 часов, когда в основном люди уже дома. Как правило, за два дня до техобслуживания на подъездах домов вывешивают объявления, где указаны даты и время прихода слесарей. Не игнорируйте такие сообщения. А если в этот день вы не сможете оказаться дома, то можно позвонить в службу горгаза и договориться на удобное для вас время. Светлана Шемкова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Мария Березникова теперь будет жить в социальном пансионате. Историю женщины-инвалиды мы рассказывали буквально пару дней назад. Она и ее соседи по комнате обвиняли председателя СТОС-Воровстанского. Но именно она помогла женщине попасть в приют. Спасибо, ты в хорошие условия попала, да? Да. Я думаю, тебе тут очень понравится, Марина. Очень, да, очень-очень понравится. Чистая светлая комната, удобная кровать, холодильник, телевизор, шкаф, санузел. В таких условиях теперь живет женщина-инвалид. На видео Марина Березникова благодарит своих спасителей, работников СТОС. Мы ее отправили на ГЭС в набережной Челны. Очень хороший санаторий для престарелых. Ее так хорошо приняли. Когда она уходила, она нас прямо благодарила, плакала от радости. Комната на два человека у нее, там чистенькая, аккуратненькая. Слова благодарности и слезы счастья. Всего несколько дней назад Марина обвиняла общественников в воровстве и пенсии. Якобы председатель СТОС забрала у нее карточку, на которую начисляют деньги, и тратила их. Такого же мнения придерживались и соседи, женщины-инвалида. Раньше они распоряжались средствами Марины. Она в этот раз, Сереж, купи мне яблок. Я говорю, а где деньги-то, Марина? Деньги, я говорю, у Розулии, председателя СТОС. Я бы вот на эти 5900, я бы раскидал. Такая борьба за чужие деньги со стороны соседей настораживает. Кажется, они больше пекутся о пенсии Марины, чем она сама. Кстати, именно Сергей позвонил в нашу телекомпанию и пылко рассказал о том, что женщину-инвалида обворовывают. Председатель СТОС, в свою очередь, рассказала, счет в банке действительно есть. Она же и помогла открыть его. Карточку у себя оставила по просьбе самой Марины. Деньги тратила исключительно на нужды инвалида. В качестве доказательств десятки чеков. Средства шли на оплату соцработника, который ухаживал за слепой женщиной на погашение долга по ЖКО и продукты. Жуковы. Они, скорее всего, хотели поживиться. Я должна была вмешаться. Я помогла. Иначе бы она погибла. Не вмешайся, Розулия, в жизнь Марины страшно представить, как бы закончилась ее история. Общественники помогли восстановить все документы, оформить инвалидность, за которую, к слову, и начислялась пенсия. И, в конце концов, устроили женщину в специализированное учреждение. Определить Марину в пансионат было непросто. Работники СТОС потратили на это несколько месяцев. Но старания того стоили. Сейчас женщина живет в хороших условиях с пятиразовым питанием и лечением. Эльвир Суфиуллин, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. С этой темы к нам обратились наши телезрители. Если вам тоже есть чем поделиться, то пишите, звоните, отправляйте фото и видео на мессенджер в WhatsApp по номеру 8-917-93-73-077. Или пишите нам на сайт ntr-24.ru. НТР и Русфунд продолжают благотворительный проект в помощь тяжелобольным детям. Сегодня история 8-летней Миланы Ситниковой из Казани. У девочки ДЦП. Кроме этого, пары с гортани и без специального прибора. Дышать самостоятельно она не может. Помочь можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Что ты нервничаешь? Что случилось? Ее успокаивают только родной голос и мамины поцелуи. У Миланы случаются приступы до 7 раз в день, а в периоды обострений до 20 раз в сутки. Тогда без этого аппарата не обойтись. Он портативно и здорово выручает вдали от дома. Вот так, с помощью специального зонда, мама Миланы может быстро удалить лисий страхе и облегчить ей дыхание. Дыхание, конечно, остается жестким. С порезом в горле девочка живет почти 5 лет и своих 8. Дышать самостоятельно малышка не может. Ей нужны трахистомические трубки, ей нужны зонды, антисептические средства. Используют они как растворы, так и мази. И фильтры, которые помогают маме дать знать, что там уже скопление слизи и мокроты в достаточном количестве. Впрочем, это не единственное, в чем нуждается Милана. С рождения ребенок страдает еще и ДЦП. И ходить самостоятельно и даже просто держать голову она не может. Однако это не значит, что она абсолютно не способна к обучению, говорят врачи. Хотя бы на дому. Но для этого ей нужна специальная коляска. Благодаря данной коляске Милана примет правильное положение. И учитывая, что мы в следующем году планируем пойти в школу, данная коляска также будет помогать нам обучаться, работать с учительницей. Однако, чтобы это стало возможным, нужны немалые деньги. 270 тысяч рублей. Гульнас воспитывает дочку одна, и для нее это неподъемная сумма. И помочь ей можем мы с вами, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больше вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда. Рождаемость резко снизилась. Количество абортов увеличилось. С чем это связано? И как предотвратить демографический кризис? Молодые пары неохотно идут за рождением второго ребенка. Хотя, вроде бы, есть стимул в качестве материнского капитала. Этот вопрос сегодня обсуждали за круглым столом в центре Веста. Они собрались все вместе, чтобы обсудить, как повысить рождаемость и снизить количество абортов. Общественные инициативы в защиту детей до рождения, как пути решения демографических проблем России. Такова сегодняшняя тема обсуждения. Как повысить рождаемость? А рождаемость, она взаимосвязана. Это ведь благополучие состояния семьи. Если у семьи будет жилье, будет достаток, будет работа, а значит и будет достаток и в семье. Материнский капитал, конечно, и сыграл свою позитивную роль. Однако даже этот факт не мотивирует молодых людей вступать в законные отношения. А если это и произошло, количество разводов пока превышает количество браков. И вот один пример из моей практики. Когда молодые люди, зарегистрировавшие свой брак, через неделю пришли в ЗАГС разводиться. Пришли со своими родителями, которые просили, как ускорить этот процесс. Потому что боялись, что молодые люди убивают друг друга. Самый непродолжительный брак в 2017 году просуществовал всего три месяца. Рождение детей составляет 34%. За 10 месяцев этого года родилось 2668 детей. Это на 17% меньше, чем в прошлом году. А вот количество абортов больше полутора тысяч. Снижение количества рождений детей служит ЗАГС связывать только с достижением репродуктивного возраста малочисленного поколения 90-х годов. В этом году в городе зарегистрированы 144 одиноких матери. И от шести детей отказались сразу же после рождения. В ЗАГСе считают это настораживающим фактом. Проблема в том, что часто на аборт женщин толкают мужья. Либо же будущая мать одинока и у нее нет средств растить ребенка. Таким женщинам готова помочь общественная организация «За жизнь». В России уже есть 74 центра помощи. Не просто отговорить женщину от абортов, но и помочь ей, чтобы она действительно нашла крышу на голову, жилье, питание, чтобы она смогла ребенка вынести и потом содержать, найти работу. Сегодня за круглым столом собрались представители духовенства, центры «Надежда» и «Веста», общественный совет района. Обсуждали много вопросов, чтобы попытаться решить проблему абортов и рождаемости. Провели голосование. Возможно, вскоре в городе появится общественный совет, который будет помогать отчаявшимся женщинам. Светлана Шумкова, Рафаил Ракипов, Новости НТР. В Нижнекамске пройдет день правовой помощи. 20 ноября бесплатную юридическую помощь смогут получить дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, люди, желающие взять на воспитание ребенка дети-инвалиды. На вопросы будут отвечать специалисты сразу несколько ведомств. Только сначала надо записаться на прием по телефону, указанному на экране. Встреча пройдет в понедельник в актовом зале МФЦ с 13 до 15.00. В Нижнекамске в следующем году появятся две новые школы, а 47-й микрорайон наконец-то обзаведется детским садом. Эти приятные новости были оглашены на публичных слушаниях по бюджету на 2018 год. На какие городские нужды будут распределены более 5 миллиардов рублей, расскажет наш корреспондент. Жители 45-го и 47-го микрорайонов в следующем году вздохнут свободно. Наконец-то их мучения закончатся, а дети будут учиться рядом с домом. В 2018 году республика выделит более 1 миллиарда рублей именно на эти цели, включая строительство школы-сада в селе Барок. А вот на ремонт детского лагеря Кама, неоднократно становившегося объектом наших сюжетов, будет выделено более 10 миллионов рублей, большая часть из которых пойдет на установку отопления. Эти и многие другие цифры были озвучены на публичных слушаниях по проекту бюджета на 2018 год. Программа по капитальному ремонту школ пришла к завершению. За 6 лет действия данной программы отремонтировано 33 школы на общую сумму 810 миллионов рублей, в том числе 19 городских школ, 2 камско-полянские школы и 12 сельских. На 2018 год за счет средств республиканского бюджета запланирован ремонт в 7 учреждениях дошкольного образования. Это детские садики 9, 12, 32, 42, 27, ручеек в селе Большое Афанасово, Аленушка в селе Сухарево. Сумма местного бюджета на 2018 год составит более 5 миллиардов рублей, 78 процентов которого пойдет на образование, а ее большая часть на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Стоит отметить, что за последние 5 лет заработная плата увеличилась в 2 раза. Что касается сферы ЖКХ, то здесь на 2018 год запланирован капремонт 123 домов на общую сумму более 740 миллионов рублей. За счет данных средств планируется отремонтировать 123 дома и провести следующие работы. Ремонт внутридомовых инженерных сетей, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и канализации. Ремонт системы электроснабжения, ремонт и замены лифтов, ремонт кровли, фасадов, ремонт подвальных помещений и подъездов. Стоит отметить, что это были публичные слушания, на которые мог явиться каждый нижнекамец и внести свои поправки в раздел бюджета. Окончательно проект будет принят в середине декабря. А 1 числа заканчивается срок уплаты имущественного налога. Очень важно оплатить его вовремя, поскольку большая часть местного бюджета формируется именно за счет налогов. Анастасия Попова, Максим Липин, Новости НТР. Нет инсулина, не хватает эндокринологов. Эти и другие проблемы диабетиков были подняты на встречах врачей с нижнекамцами, страдающими сахарным диабетом. На сегодняшний день в городе таких почти 9 тысяч. Две из них – инсулинозависимые. Встречи проходили на протяжении недели. Все желающие могли проверить уровень сахара, холестерина, измерить другие параметры, а также получить советы специалистов, главное из которых – понять, что диабет – не приговор. При правильной лекарственной терапии и соблюдении режима жить с этим заболеванием можно долго и гармонично. Продолжительность жизни растет, в том числе и в России, а диабет второго типа – это диабет людей среднего и особенно пожилого возраста. Поэтому чем выше продолжительность жизни, тем больше случаев сахарного диабета, в основном диабета второго типа, мы будем наблюдать. То есть сейчас каждый год в нашем районе выявляется 600-700 случаев нового диабета, среди этих случаев только 25. 20-25 – это случаев диабета молодого возраста. Все остальное – это диабет среднего и пожилого возраста. Семь новобранцев из Нижнекамска пополнили ряды элиты российской армии. Ребята отправили служить в Преображенский полк. Они прошли жесткий отбор, окончательное решение принималось в Казани, когда приехали представители части. Собеседование, необходимые параметры и самое главное – идеальное здоровье. Особая гордость для телекомпании НТР, что наш коллега Вадим Струминский попал в число избранных. Слава Богу, все. Теперь уже точно, уже вот шеврон есть, уже можно с уверенностью говорить, что Москва – то, что хотела. Я уже с нетерпением хочу попасть в часть, чтобы все-таки из статуса призывника уже все официально военнослужащим стать. Я не думал, что так сложно будет только отобраться туда. На самом деле, да, очень жесткий, тщательный отбор. У нас стартовало, по-моему, в отборе мальчишек 20, по-моему, и из Нижнекамска только 7 попало. Зимние каникулы начались для комбайнов, тракторов и сейлок. Насколько правильно организован отдых для сельхозтехники в нашем районе, сегодня проверила комиссия из Министерства сельского хозяйства. Наталья Лушникова расскажет, кого еще можно увидеть в гараже в это время. Знакомьтесь, Владимир Копанев. В нынешнюю уборочную кампанию он намолотил более 4 тонн хлеба. Наградой стали звание лучшего комбайнера Татарстана и премия в 100 тысяч рублей. Разделить радость Владимир решил с другом, без которого этого рекорда бы не было. Здравствуй, дорогой. Как дела, тигра? Скучно, наверное. Конечно же, тигру скучно. Не то, что летом, когда шла уборочная страда. Но комбайнер свой Нью-Холланд не забывает, навещает и, что самое важное, проверяет, как он. Своего железного друга Владимир знает до последней гайки. В этом и заключается секрет его победы. Все безоглядно, надо все проглядывать, смотреть. Ну и как бы чувствовать его, что вот скрипли, звукли, вибрации малейшие в кабине. Вот ты должен вот это все приглядно понимать. Да, он идет, чувствуется он идет, как бы, может его отпустить. На, дорогой, иди, обгоняй. Но это же не легковая машина, мы же не на Формулу-1 нам гоняться не надо, нам нужен на молот. Кажется, именно сейчас настало то время, когда комбайнеры могут отдохнуть и забыть о своих железных конях. Уборочная страда завершена, техника вся стоит в гаражах и ангарах. Но, как выяснилось, ухаживать за ней они должны круглый год. В течение зимы будем ремонтировать. То есть, составляется дефектовочная ведомость, какие нужны запасные части, что нужно поменять, какой подшипник, какую втулку, какой вал, какую звездочку, какую шестереночку. Все это, значит, инженер дефектовку делает, заявку делает и в течение зимы, значит, будем ремонтировать. Сейчас вся сельхозтехника, а ее в нашем районе немало, только комбайнов 70 единиц поставлено на зимнее хранение. Помыто, почищено, ремни расслаблены, цепи смазаны, колеса, чтобы не потрескались, покрыты слоем извести. Насколько правильно организован зимний отпуск для машин, сегодня проверили представители из Министерства сельского хозяйства. Если техника хранится в открытом помещении, то есть под дождем, под снегом, недостаточно там незагерметизированная техника, то есть у него ресурс снижается даже на пять лет, можно сказать. То есть это в интересах самих? Да, это в интересах самих сельхозтоваропроизводителей, да. Министерской комиссии предстоит осмотреть шесть крупных хозяйств Нижнекамского района. Результат механизаторов не пугает. К зимним каникулам техника готова на 100%. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР. В это воскресенье в Дворце творчества детей и молодежи пройдет уникальный вечер, посвященный 200-летию Покровской церкви. Все пришедшие погрузятся на два века в прошлое. Организаторы обещают удивить. Ждут всех желающих. Праздник начнется в 13.00. На этом моя часть выпуска завершена. Далее смотрите материал рекламного характера и прогноз погоды. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 917-9373-077 или пишите нам на сайт mtrdefis24.ru. До встречи в эфире. Здравствуйте. Я слышу у вас акция на Алмак-01. Хотела бы приобрести ли свои бабушки? Алмак-01 – один из лучших подарков для близких Анна Мартынова. Как только узнала, что цена на прибор намного снизилась, сразу приехала за покупкой. Ведь выгода в ноябре почти 3 тысячи. Раньше Алмак-01 стоил 10 тысяч 300 рублей. Сейчас его можно купить за 7 900. Такая акция будет длиться весь ноябрь в магазине «Медтехника». Принцип работы прибора – это лечение магнитно-терапевтическими импульсами. Магнитное поле бегает туда и обратно и проникает на глубину до 8 сантиметров. Курс магнитно-резонансной терапии поможет бабушке Анне Мартыновой забыть о болях в суставах и вернуться к полноценной жизни. Девушка на себе опробовала Алмак-01. Приборы очень просты в эксплуатации и отпускаются без рецепта. У магнитно-терапии немало преимуществ по сравнению с другими методами лечения. Она хорошо переносится пациентами, безболезненна, имеет довольно широкий перчин показаний. Из всех методов физиотерапии это самый мягкий и щадящий. Кроме того, поскольку магнитные поля проникают через любую поверхность, они успешно используются при наличии гипса, мазевых наложений или каких-либо других медицинских приспособлений. В магазине «Медтехника» на улице Бызова, 20А представлена большая линейка приборов Елатомского завода. Аппарат «Мавит» поможет забыть обо всех мужских заболеваниях. «Унилор» – уникальный препарат для домашнего лечения лор-заболеваний. И новинка – «Диамак» для лечения заболеваний головного мозга. Все эти и другие аппараты можно приобрести по выгодной цене только в ноябре в магазине «Медтехника». 18 ноября в Нижнекамске возможен небольшой снег. Температура воздуха около нуля. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду. Выходные в Нижнекамске пасмурно. Температура воздуха около нуля. Спонсор прогноза погоды – магазин «Арас». В магазине кожи и меха «Арас» – большое поступление норковых шуб от 59 тысяч рублей. Всем подарки «Арас» – «Химиков-1». Подробности у продавцов-консультантов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!